всем друзья привет отличнейшего настроения весеннего такого же яркого и пестрого как камера от xiaomi сегодня буду рассказывать о ней сначала покажу комплектацию есть несколько коробок то есть комплектующих стандартная маленькая вы видели все одна камера комплектуется и расширенная но если вы думаете что здесь будет защита от воды то есть от влаги еще что-то какие-то дополнительные плюшки ничего такого здесь нет стандартный кабель для зарядки коротенький 20 сантиметров в длину всего-навсего и монопод так называем вот такая вот штуковина бумажки еще валяются на дне но не буду доставать так бесполезно на китайском языке как по мне так это обычный дрючок выдвигающийся длина его 70 сантиметров максимальная длина при достижении вот так вот вытаскивается есть пять делений но чем нравится мне данное решение здесь есть видно вам сечение вот такой вот загорода замок если поворачиваете в сторону слегка фиксируется то есть вот так вот по диагонали складывать и оттягиваете в сторону фиксируйте какая длина нужно допустим нужно слишком длинный короткий да вот такой вот на расстоянии сколько здесь 50 сантиметров зафиксировали все она никуда не ездит на конце есть фиксатор то есть крепление к саму камеру крепите на резьбу как на штативе опять же направление под углом каким вам необходимо допустим под таким нужно зафиксировали все здесь ничего не двигается ну и здесь конечно же нужно будет тоже зафиксировать допустим чуть-чуть сторону чтобы ничего уже не двигалось вот так вот по какой длине допустим ну вот так вот не сильно длину и покажу сделку 50 сантиметров то есть здесь все отлично собрано сборка здесь на 10 баллов все очень качественно давайте я сложу обратно по резьбе складывается очень удобно действительно просто понятно ничего лишнего никаких заумных вещей нет есть конечно же рисунок на тыльной стороне покажу вот здесь видите типа замка направление то есть для фиксации сама ручка изготовлена очень приятная резина что-то похожее на колчук soft touch имеет напыление или что-то с этим схожим очень приятно то есть в руке не скользит так и так и должно быть есть крепление вот такой вот клипсы на ремень или на одежду чтобы допустим здесь не болталась ничего очень плотно садится но и на замок поставить вот видите ничего не спадает ну и ремешок то есть на руку чтобы одеть удобно опять же действительно очень качественная штуковина отдельно продается но лучше конечно же приобрести в комплекте и теперь друзья о самом интересном о камере камера выпускается в двух цветовых решениях вот таком вот пестром двухцветном не знаю даже как эти цвета правильно назвать так как они не под одну категорию не попадают но очень яркие цвета я люблю тоже необычные решения нестандартные но как по мне здесь уже перебор цвете я приверженец более лаконичного цвета опять же серый черный ну белый опять же что-то как у gopro или sgcam конкурента но я понимаю маркетологов которые это все разрабатывали чтобы камера была действительно узнаваема именно выпустить ее вот таком вот ярком цвете ну и о камере самой модель xiaomi всем известный бренд конечно же выпускает все что угодно от лампочек до телевизоров то есть уже и на машины будут аксессуары выпускать всевозможными смартфонами конечно не прославились в первую очередь но и первая камера от данного бренда я не скажу что блин комом или отличный блин но блин слегка подгорел то есть по этой камере здесь есть свои недостатки расскажу вам порядке очередь сначала о технической части камера от sony установлена xmore bsi очень хорошая камера на 16 мегапикселей мне понравилось как снимает данная камера действительно некоторые смартфоны даже снимают попроще чем данная камера действительно очень хорошая камера хорошая работа линз по поводу углов 155 градусов широкоугольные линзы то есть более чем достаточно используется кодек аж 264 к сожалению нет 65 она уже только он появился но и этого достаточно видео конечно же пишет формате mpx 4 максимальное разрешение full hd 4k не пишет но при этом разрешение очень хорошая как по мне даже сама сама возможность записи именно видео в 60 fps действительно круто далеко не каждый смартфон то что каждый редкий смартфон который может писать видео 60 fps то есть картинка очень плавная мне это понравилось камеры многие не пишут в 60 fps не то что экшн камеры здесь однозначно плюс фото конечно же форма ги формате gp пишет ну и о внешнем виде я уже рассказал теперь о качестве качество сборки действительно здесь отлично на 10 баллов по 10 балльной системе все отлично не скрипит ни лифтов ни щелей не минимальных у сяоми всегда все очень качественно и о кнопках давайте начну с лицевой здесь основная кнопка включения камеры то есть здесь нарисован значок включение и соответственно сбоку нарисована камера и фото переключение и включение самой камеры происходит следующим образом зажимаете включается камера сигнализирует светодиод вокруг с синем цвете вот таком вот это стопроцентная зарядка то есть от 100 до 50 в среднем когда от 49 допустим 50 до 15 горит фиолетовый таким вот обрамлением и красный соответственно около 15 и ниже требуется подзарядка также сигнализирует нам светодиоды их здесь много 4 или 5 точности кольца 5 то есть сверху один видно вам красном цвете слева здесь но это когда включаете вайфай загорается снизу находится один и на тыльной стороне но почему-то с правой стороны его не то есть на всех гранях даже на тыльной стороне но почему-то нет с правой стороны не знаем почему кнопку уже показал включение вайфай синхронизация с вашим устройством соответственно со смартфоном здесь отверстие микрофончик на запись кнопка затвор то есть запись видео или фото если вам нужно записывать видео при стандартном включении можно устроить соответственно в смартфоне что будет сразу или фото или видео но установлен таким образом что запись видео происходит то есть камера включена лампочка сигнализирует что готова к работе камера на записи видео Если вам нужно производить фото, съемку нажимаете один раз, гаснут светодиоды, соответственно, видите, нигде не горит, камера будет работать как фотокамера. Ну и переключение вот таким вот образом, опять же, на видеокамеру. Все очень просто, понятно, есть описание, опять же, уже есть и на русском языке. Здесь небольшой рисунок, такой вот а-ля паркетная кладка. На тыльной стороне батарея. Давайте я вам покажу, как батарея выглядит. Батарея небольшая, 1010 мА, достаточно батареи. Вот такой вот хлястик, то есть вытаскивается. Не знаю, насколько это долго проживет, но по большому счету саму батарею не нужно вытаскивать. Заряжается через USB-устройство, то есть здесь два входа, стандартный USB и mini HDMI-порт. Карточка microSD, сейчас стоит 10 класс для записи, то есть максимально хорошая, удобная карта. Ну и при скидывании с камеры фото и видео отснятого, конечно же, это всегда плюс. По поводу скидывания, опять же, все зависит от скорости вашего интернет, то есть Wi-Fi. Обычно, ну в моем случае, где-то около секунды 1 мегабайт уходит. То есть 50 секунд скидывается 50 мегабайт. Вот так вот. Снизу расположены три отверстия. На мой взгляд, здесь именно больше для вывода тепла, потому что камера слегка подогревается. При работе стандартной, то есть она тепленькая, не скажу, что она горячая, все комфортно. Но когда перекидываете видео или фото при режиме Wi-Fi, камера очень подогревается. На мой взгляд, это недостаток. Довольно сильно подогревается. Это не очень хорошо. Соответственно, здесь, по идее, должно якобы тепло выходить. Ну не знаю, на мой взгляд, это бесполезное решение. Но лучше так, чем ничего, потому что здесь очень плотно все закрыто и никаких дырочек, щелей, ничего нет. И отверстие с резьбой на штатив крепления. Все, по кнопкам я вам рассказал. Рассказал, что еще есть. Ну и теперь, друзья, скажу о... Давайте покажу вам на смартфоне, как это все выглядит. Ставите APK-файл, то есть синхронизируйте с камерой. Вот таким вот образом. Давайте я на Android наведу, чтобы вы видели, как это происходит. Ставите APK-файл, соответственно, нужно включить Wi-Fi, UI-камера. Сейчас уже есть умельцы, перевели и на русский язык, потому что изначально было на английском языке. Камера синхронизируется посредством нажатия на кнопку Wi-Fi. Вот я нажимаю, видите, поезд камеры. Но не будет ничего найдено, потому что здесь ничего не включено. Сейчас напишут, что не было найдено. Видите, повторить поиск и показывают по инструкции, то есть, что нужно включить Wi-Fi, соответственно, на смартфоне и нажать данную кнопочку. Вот я нажал, в голубом цвете загорелась кнопка. Вот так вот. И теперь нажимаем повторный поиск. То есть, синхронизируется посредством Wi-Fi. Также можно с помощью Bluetooth управлять камерой, именно фотографировать. Но синхронизации не получится. Сейчас будет найдена камера. Вот так вот, видите, да? Здесь есть инструкции более детально, в каком режиме будет работать камера. Допустим, сейчас в режиме фото. То есть, видите, лампочка не горит, соответственно, не показывает. Если хотите режим видео, переключайте в режим видео. Но нужно какое-то время на синхронизацию, потому что не сразу это все происходит. По настройкам, что здесь? Здесь настраивайте качество. Именно какое вам? Среднее, высокое, низкое. Потом разрешение максимально. 16.9, как я уже говорил, Full HD. Максимальное разрешение. Стандарт NTSC, NTSC PAL. То есть, выбирайте, какой вам нужен формат, соответственно. Ну, обычно сейчас NTSC, так как более распространен. Экспозиция. То есть, где по центру будет средняя или по точке назад. Далее, разрешение камеры 16 Мп, но при формате 4 к 3. То есть, видите, 5, 8, 13 и максимально 16. Снимки получаются отличные. И, конечно же, я вам в конце, друзья, продемонстрирую. Качество фото и видеосъемки. Режим тоже обычный, стандартный. Есть по таймеру, если вы будете производить какой-то отчет. Режим камеры. Видео, видите. Или фото. Опять же, можно изначально настроить. Как я уже показал в начале, при включении камеры. Что сразу происходит. Далее, предпросмотр есть. Автоматическая настройка освещенности. Циклическая запись. Коррекция снижения объектов. Ну, это все я не менял. Автовключение Wi-Fi. То есть, если включаете, сразу синтонализируете смартфон с камерой. Включается Wi-Fi. И режим LED. То есть, включить все. Соответственно, все режимы оповещения присутствуют. То есть, по времени. Автовыключение. Пять минут, если ничего не происходит. Можно задать. Ну, и версия прошивки. SD-карточка. Ну, и поиск камеры. То есть, или сбросить. Найти камеру. Если камера потерялась. То есть, вот таким образом. Нажимаете на эти камеры. И сигнализирует, что камера где-то в пределах. Потому что от 100 метров максимальное расстояние. Именно синхронизации камеры с Wi-Fi устройством. Не знаю, сейчас найдет или нет. Прошивка сейчас кастомная. Переведенная. Но, тем не менее, работает неплохо. Но были проблемы. Особенно при скидывании видео. Было пару раз дисконнект. Но это не от Wi-Fi. Wi-Fi был стабилен. И это, скорее всего, наверное, еще все-таки от сырости прошивки. Но над этим работают. Поэтому. Видите, найти камеру. Он ищет, ищет. Не может найти. Такой задумчивый. Ну, уже сколько прошло. Секунд 30. Давайте. Не буду искать. Вернемся назад. То есть, должно быть звуковое уведомление. Это по поводу настроек, друзья. Ну, и здесь, видите. По загрузке. Включил камеру. Вот она работает. Поиск. Но пока что нет, к сожалению, именно картинки. Хотя должна быть картинка. Камера синхронизировалась. Но, видите, здесь заряд не показывает, сколько камера в заряде. Так как в процентном соотношении должно показывать, насколько заряжена батарея. Чуть позже вам расскажу про саму батарею. Уровень сигнала. То есть, все на уровне. Но, видите, почему-то не синхронизируется. В данный момент. Такое существует с камерой. И она долго думает. То есть, давайте выйду, заново подключусь. Потому что бывает такое. И это через раз. Не скажу, что это редкий случай или частый. Через раз такое бывает. Вот, видите, я нажал. Переподключить. Wi-Fi включен. Опять же, видите, моргает. Интернет работает. Но камера думает. Вот она проснулась. Вот, смотрите. Вот, видите. Работает. Камера моего андроида. Видит хорошо. Вот моя рука с телефоном. Ну, давайте. Вот так его. По поводу передачи. То есть, здесь задержка где-то около секунды. Вот я рукой провел. Смотрите. Раз. Раз. Где-то около секунды идет задержка. В принципе, достаточно для Wi-Fi. Видите, появилось 92%. Заряд батареи. Заряд телефона отображается. Тоже важно, чтобы видно, насколько работает батарея. 22%. Уровень сигнала, то есть, максимальный. Если хотите делать фото, то переходите в фото. Допустим, режим обычный. И нажимаете фото, сделать фотографию. Вот клавиатура, допустим. Наводите. Вот, раз. Сигнал, опять же, на камере. Происходит звуковое, что делается фото. И переходите в галерею. То есть, здесь можно это все просмотреть в реальном времени. Тоже, опять же, идет синхронизация. Какое-то время нужно. По поводу того, чтобы скинуть. Допустим, ну, посмотреть фотографию какую-то. Вот, выбираете. Опять же, нужно время на подготовку. Так как фотографии тоже весят не 5 кБ. Соответственно, объем. Нужна обработка, синхронизация непосредственно смартфона с камерой. Чтобы это все проработало. Вот, видите, только сейчас загрузилось. Ну, вот, пример снимка. То есть, в парке славы. Военная техника. Ну, и, опять же, как скидывать. Выбираете, допустим, фотографию. На нее нажимаете. Или, ну, тут такой перевод. Отмена. Отмена, на самом деле, это удаление. Нарисована корзина. Или загрузить. То есть, на смартфон с SD-карточки. Вот, пошла загрузка. Нажимаете вот сюда. Процесс. Вот, быстренько скидывается. Ну, и потом уже на смартфоне можно это просмотреть. То есть, все удобно, понятно, просто. Люди перевели. Соответственно, по видео тоже так. Точно так же. Подготовка идет. Нажимаете запись. Сохраняется видео. Допустим, вот. Пошла запись. Вот, Android мой. Клавиатура. Ну, видите, задержка во время записи чуть подольше. Нажимаем стоп. 11 секунд. Трехкратная сигнализация, что запись закончена. Переходим в галерею. Видео. Ну, и смотрим то, что мы записали. То есть, последняя наша запись. То есть, опять же, нажимаем. Можно нажать просмотр. Но онлайн почему-то не работает просмотр. Именно видео. Фото работает. Но просмотр видео не работает. То есть, нажимаем загрузить. Соответственно, переходим в процесс и смотрим. То есть, в среднем идет 1 мегабайт в секунду. Прямая скорость интернета. То есть, видите, 6.8, 7.8, 8.8. Ну, 29 мегабайт. Соответственно, перекидывается. Но, как я уже говорил ранее, была проблема, когда я скидывал видео большого объема. 200, там, 300 мегабайт. То у меня было пару раз дисконнект. Но это именно почему-то пропадала связь между смартфоном и камерой. Ну, сейчас проблем нет. Вот, смотрите. Готово все. На выход. На выход. Ну, и посмотреть фотографии или видео можно в нашей галерее. То есть, мы выходим. Здесь уже примеры видео. Но это все на китайском. Есть профиль. Можете создать свой аккаунт, зайти. Ну, и посмотреть по тому, что мы наснимали в галерее. Вот сюда я поскидывал уже готовые снимки. То есть, вот наше видео. Пошла запись. Видео пишет, как я уже говорил сейчас, Full HD. Очень быстро и плавно. 60 FPS. 11 секунд. Очень быстро. То есть, примеры фото и видео я вам продемонстрирую в самом конце, друзья. Вот таким образом происходит работа именно камеры и смартфона. Опять же, вот она нагрелась. Довольно-таки прилично. Камера такая, я бы сказал, не теплая. Даже слегка чуть горячая. Но опять же, сколько я проработал здесь, наверное, минут 10, не больше. Отключаем Wi-Fi. Выключаем камеру. Долгим нажатием, удержанием кнопки. Все, камера выключена. Здесь ничего больше не работает. Но есть у нее свой косяк. Опять же, буду говорить, как говорят, как есть, ничего не выдумывая, не нахваливая, не расхваливая. Как часто бывает, говорят, есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Начну, наверное, с плохих, так как новостей не одна. Их несколько, также и хорошие. Итак, друзья, о недостатках данной камеры. Прежде всего, разряд. Если зарядить батарею, батарея здесь на 1010 мА, то есть, честных 1000 мА часов батареи, записи хватает на практически 2 часа непрерывной записи видео. В 1080p. И заряжается, соответственно, столько же. Практически 2 часа. Час 50, час 48, где-то так в среднем. Но, если зарядить батарею на 100%, выключить, вот так вот просто оставить, утром, допустим, зарядили, оставили, то к вечеру батарея разрядится, даже не включаясь. То есть, ни разу не пользуется, батарея разрядится в ноль. Я не знаю, с чем это связано. Или софтовая часть, или что-то кушает попутно батарею, возможно, какой-то поиск или еще что-то с ней происходит. Я не знаю. То есть, если зарядить батарею, оставить, утром зарядили, вечером можно прийти, и батарея уже будет разряжена. То есть, менее чем за сутки батарея разряжается в ноль. Это очень нехорошо, потому что, когда я тестировал, заряженная батарея была утром, к вечеру, ну, сколько я снимал, минут, наверное, 20 видео снял, фотографий штук 30-40. И батарея у меня разрядилась. Я даже не доснял то, что хотел, поэтому пришлось несколько раз снимать. То есть, вот такой вот большой минус, опять же, нужно будет носить с собой пауэрбанк. Желательно на такие случаи. Второй раз я уже был подготовлен, взял с собой пауэрбанк. И вторая проблема. Проблема со звуком. Многие слышали тестовое видео, когда именно просмотр видео, звук как из бочки, лист трубы, не такой чистый, как на китайце SG-кам или на GoPro, более заряженной, дорогой камере. Здесь проблема в чем заключается? Именно микрофончик, когда собирают на транспортировочной, в конвейере, транспортируют, когда уже непосредственно комплектующие. При сборке, видимо, была почность какая-то, именно когда доставляют упакованные запчасти, они все, как правило, разложены в упаковке. Видимо, забыли снять вот эту силиконовую незаглушку, как ее назвать, не знаю. То есть, это силиконовая штуковина, которая закрывает микрофон практически на 50%. То есть, звук, соответственно, ухудшается. Не так правильно работает микрофон. Силикон закрывает практически полностью микрофон. И за счет этого не такой качественный бы звук, как, допустим, у конкурентов. Но это проблема у 50% камер. Многие уже сталкивались с этой проблемой. Возможно, в новых партиях это будет уже учтено. То есть, эту проблему решат на сборке, на конвейере. Но, тем не менее, это присутствует. Не каждому под силу. То есть, разобрать камеру, достать это все, снять, разобрать. Там есть свои сложности, поэтому такое присутствует. Но в данной камере эта проблема решена, поэтому здесь все отлично. Но есть такая проблема, то есть, с качеством звучания. При покупке обратите свое внимание. То есть, запишите видео и сразу же послушайте на компьютере, как это или на смартфоне, как будет видео. Если будет не таким чистым, то есть такая проблема, нужно будет решать. То есть, или отправлять продавцу, или самому разбирать, как говорится, копаться. И следующая проблема. Осутствие дисплея. Для меня все-таки проблема существует. Я привык, что есть дисплей хоть какой-то. Пускай он будет низкого качества, но чтобы видеть, что здесь в ракурсе что-то находится. А не просто так, навел приблизительно. Потому что я снимал некоторые снимки, видео. И когда скидывал, то есть, я думал, ну вот так вот, да, примерно будет в ракурсе. Оказалось, там чуть левее, чуть правее. Конечно, здесь широкоугольное, но тем не менее, для меня все-таки минус отсутствие дисплея, как у тех же конкурентов, я уже назвал выше. Также перегрев, как я уже отмечал ранее, при работе синхронизации со смартфоном, довольно-таки неплохо подогревается. Я думал, что будет поменьше, но греется довольно сильно. Особенно, когда видео скидываете и видео, когда пишете Full HD максимально, то камера довольно-таки серьезно подогревается. На мой взгляд, это тоже минус. Возможно, это пофиксят с новыми прошивками, то есть, или с патчами, но такое есть. Это тоже мне не понравилось. Ну и не всегда работает корректность синхронизации. Как вы уже видели, первый раз я подключил, камера вроде бы увидел, все, да, смартфон. Но нет синхронизации, то есть, нет на дисплее вывод картинки, пришлось заново выходить, опять же подключаться. Такое случается, то есть, это неоднократно, это довольно-таки часто случается, поэтому здесь тоже минус. Но это я могу отнести в минус именно самой прошивки. Возможно, чуть дальше, чуть позже это все оптимизирует. Но еще один минус, это отсутствие аксессуаров, как вы видели, даже при максимальной вот этой комплектации. Только кабелек в зарядке и устройство для крепления. Больше здесь нет ничего, никаких дополнительных аксессуаров для влагозащиты и так далее. Здесь ничего этого нет, как у тех же конкурентов с G-CAM, там просто набор разбираешь, вот так вот гора всего. То есть, здесь простенькая камера и все. И моноблок, хотел сказать, вот эта вот штуковина, которая используется в виде штатива. И кабель для синхронизации. Все, комплектация минимальная. Ну, в минусах пока что все. Ну, по цвету я уже сказал, на любителя, ну, в белом цвете есть, это тоже плюс кому как. Но все-таки я приверженец более локальных вот таких вот привычных цветов, серых, белых. На меня это слишком ярковатый цвет, все-таки более пестрый. Ну и, друзья, о достоинствах. Прежде всего, цена, конечно же, приятная. Сейчас стоит порядка 90 долларов данная камера. Цена действительно отличная. Если взять во внимание, что все-таки производитель Xiaomi, это не какой-нибудь там полуподвал. Сейчас множество камер всевозможных. Все они там относительно среднего качества. Здесь снимки хорошие. Хорошего даже, даже отлично, как я сказал, качества. Хорошего качества видеосъемка. Ну и по фиксель, конечно, уже вручную микрофончик. Проблем со звуком нет. Но есть проблема, как я уже говорил, с батареей. Это мне не понравилось. Именно разряд батареи. Автономность очень низкая. Опять же, если вот так оставить, то за сутки даже менее батареи разрядится в ноль. То есть, за этим нужно следить. Если у вас не будет под рукой зарядки, можете просто остаться без камеры. То есть, не рабочая будет. Ну и далее. По достоинству. Хорошая оптика, конечно же, от Sony. Это всегда плюс. 16-мегапиксельная. XMUAR BSI. Камера действительно хорошая. 16-мегапикселей. Здесь без вариантов. Мне очень понравилось качество съемки. При любых условиях, даже когда снимал ярко, было много света, попадало на линзу. При пасмурной погоде отличные снимки получаются. Точно так же и видео. При том, что здесь нет стабилизации, какой-то фокусировки. Здесь очень неплохо работает именно камера. Здесь однозначно плюс. За цену я уже сказал. Действительно, отличная цена. Ну и качество сборки на высочайшем уровне. У Xiaomi всегда все очень качественно. Даже у дешевых моделей. Те же смартфоны более дешевые. Все равно у них качество всегда на высоком уровне. Вот такое вот резюме по данной камере. Не все однозначно. Есть, конечно же, и недостатки. И довольно-таки существенные. Но есть и достоинства. Я их перечислил, друзья. Если вам видео понравилось. Для себя вы отметили что-то правильное, позитивное из данного видео. Отметьте видео лайком. Спасибо за просмотр. Постоянным зрителям. Но вам рекомендую подписаться на наш канал. У нас обзоры, как правило, на китайские смартфоны. Более детальные. Не проплаченные. Все по-честному. Спасибо, друзья, еще раз за просмотр. Всем добра, позитива, мира. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание на качество звука. Как помните, в предыдущих тестах видео звук был как из трубы. Данная проблема решена. То есть звук такой, как и должен быть. По отношению к тому же SGCAM, GoPro. Качество видео тоже можете оценить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА